Диана Макрушина Диана Макрушина Наш сегодняшний гость Оксана Михеева. Это режиссер, продюсер, сценарист, актриса, в общем, человек-оркестр в киноиндустрии. Оксана Михеева. Режиссер, сценарист и продюсер. Родом из Нижнего Новгорода. Я по первому образованию актриса. Познакомилась на съемках в групповке с одной девочкой, узнала о профессии сценариста как-то вшире. Называю это такой мой тернисто-трусливый вход в режиссуру, потому что мне казалось, что режиссеры, люди там небожители, что это просто надо им родиться. И я так это трусливенько пошла в сценаристы, потому что мастер мне сказал, ты не будешь сидеть писать сценарий для кого-то, ты будешь снимать. Не любит проводить кастинги, потому что испытывает неловкость, когда необходимо сказать фразу «Спасибо, мы перезвоним». Цинично смотрит на истории людей и думает, как применить их в своем сценарии. Подробнее сегодня в программе «Мастер-класс» от Оксаны Михеевой. Еще раз давайте вас представим. Да, конечно. Оксана Михеева, режиссер, продюсер и просто невероятной энергетики человек. Ой, спасибо большое, как приятно. В нашей визитке было сказано, и вы в публичном поле говорили о том, что вам, вы не любите говорить «нет» на кастингах. Это может быть связано с тем, что вы когда-то были по другую сторону, что вы были, получается, вы были той самой актрисой, которой когда-то сказали «нет». Нет, нет, мне слава богу, у меня нет такой роковой судьбы, что я сказала «ой, какая-то печаль», мне сказали «нет, ухожу из профессии». Нет, ничего подобного не было, просто я была тем человеком, который ходил вот это «здравствуйте» на Мосфильме, везде вам фотографии нужны, и вот приходила также на кастинги, пробы. Но не так много, так, чтобы, я говорю, у меня была какая-то травма, что я теперь… Но я просто знаю природу актерскую, насколько это тяжело, вообще я счастлива, что я отказалась от этой профессии, просто невероятно. Ну, я просто преклоняюсь перед актерами, их очень люблю, но мне все время печально и грустно вот этот момент, когда, особенно многих, кого я знаю лично, и даже кого не знаю, талантливым людям, иногда они не подходят. И для меня кастинги – это такое еще моральное испытание, но это необходимость профессии. А часто ли вам приходится говорить «нет» в своей профессии, и помимо кастингов, по какому поводу, может быть, еще? Ну, я могу сказать так, к сожалению, профессия у нас достаточно циничная. Нет, мы говорим не в лицо, допустим, «нет, извини, ты не подходишь», как правило, мы говорим «мы вам перезвоним» или «спасибо». Всегда какая-то вот эта неловкая пауза «спасибо», даже если человек классно показался. Есть еще момент такой, талантливая, может быть, работа, но, например, в ансамбле этот актер никак не вяжется с другим актером или актрисой. И поэтому, естественно, это всегда грустно и печально, такой момент. И у меня есть люди, которые, они такие в кастинге моего сердца, я понимаю, что это такой мой дремкаст, которых я обязательно хотела бы снять, потому что я видела их где-то. Это классная работа, не обязательно на экране, а на пробах, или даже в быту иногда люди оказываются невероятно интересными, что хочется очень с ними поработать. А вы запоминаете этих людей и потом зовете на следующую работу? Ну, конечно, как правило. Бывает такое, да? Вот сейчас идет подготовительный период, и я говорю, ну, помимо того, что кастинг-директор предложила, я вспомнила, во-первых, есть своя насмотренность, есть те, кто вот в этом дремкасте, и, безусловно, конечно же, я запоминаю. Иногда мы совпадаем с кастинг-директором, и сразу громово, классно, сразу же. А к чему сейчас идет подготовка, если не секрет? Не секрет, это второй сезон сериала «Выживший», и там есть веб-сериалы, вот один из, там четыре веб-сериала, один из них планируется снимать. А почему во ВГИКе вы изменили свои профессии и решили быть сценаристом? Вы знаете, вообще все мои профессии — это такой тернистый путь к режиссуре, вот прям все. И не то, чтобы я сознательно это делала, то есть я шла, так я думаю, все-таки я приду к режиссуре. Но вот я поняла, что это вот такая извилистая дорога, потому что я пришла в профессию сценариста, и на первом курсе все время периодически говорила о том, что я актриса. Я актриса, а один мой мастер сказал, нет, ты не актриса, ты уже сценарист. Ну, по-моему, в этих стенах ты точно должна быть сценаристом. В какой момент он понял, что вы сценарист? Ну, потому что я уже училась на сценариста, но это, допустим, может быть, это не первый курс. В курсе на втором он начал об этом мне говорить постоянно. Ну, то есть сейчас, когда, например, просят перечислить мою профессию сценарист, актриса, режиссер, продюсер, я говорю, в первую очередь я режиссер, в первую очередь. Да, у меня есть продюсерский опыт, у меня есть сценарный, но актриса — это, скорее всего, это, безусловно, есть профессия, и я по ней работала, и в театре служила, но это профессия, которая у меня осталась в багаже, которая очень мне сейчас помогает в работе нынешней. А вы решили быть за кадром, потому что вам некомфортно в кадре? А как-то это все само собой. Мне очень комфортно было в кадре, мне нравилось, но... А еще что, да? Я думаю, что это темперамент, мой темперамент, скорее всего, руководить процессом, нежели подчиняться ему, поэтому... А как вы понимаете, режиссер — это человек, который руководит всем процессом, ну и в том числе несет ответственность за весь процесс, безусловно, и я думаю, что это просто вот внутренний... Нет, у меня не было вот таких дум, что я сижу и думаю, так, я должна уйти из этой профессии и попробовать вот эту. Наверное, мне нужно так. Все интуитивно происходило. То есть на сценариста я про профессию сценариста узнала, будучи... Сидела в массовке, в групповке с девушкой, сценаристом. Я с ней познакомилась, в общем, не знаю, знаете ли вы эту историю или нет, но, в общем, я с ней познакомилась, узнала... То есть я отдаленно слышала, а тут узнала про эту профессию и невероятно захотела поступить на сценарный факультет. Всегда сложно начинать что-то новое, а вы начинали и с сценаристом, потом режиссером. Расскажите про ваш первый опыт в роли сценариста. Ой, вы знаете, первый опыт — это забавно. У меня первый гонорар был 13 тысяч рублей, по-моему, на втором курсе ВГИКа. И это было за такой интернет, какая-то была интернет-история, тогда еще их вообще не было. Причем снимал это тогда Андрей Першин, ныне Жора Крыжовников. Как-то она называлась? «Секс-блог. Хроник разочарования». Это ни в коем случае название, конечно, говорящий, но это не какая-то незапрещенка, но это какие-то истории про девушек, которые там вляпываются в какие-то истории коварные с мужчинами, которые пытаются познакомиться. В общем, такой забавный был опыт. Потом у меня были хорошие опыты. Я дважды лауреат в ГИКовском фестивале за свои сценарные работы, что очень приятно, когда в своем профессиональном сообществе тебя отмечают. Это всегда важно, когда коллеги не сторонние, иногда либо очень сверхпредвзято, в хорошем смысле слова начинают оценивать, но коллеги — это всегда важно. У меня есть история успехов, что одна из моих сценарных работ, которая была лауреатом фестиваля, была снята студентом тогда высших курсов режиссерских Михаилом Багдасаровым. Это тоже успех в плане того, что еще будучи студенткой по моему сценарию сняли работу. Это было тоже очень приятно. А так, в принципе, все свои сценарные работы снимала я. Сценарист и режиссер. Да, так получалось. У меня нет принципиальной позиции в плане того, что я должна снимать только по своему сценарию. Ни в коем случае. Есть работы, которые мне очень нравятся, и я готова по ним... А больше вам нравится по-своему? Вы знаете, не то чтобы больше, а, ну, скорее всего, мне просто понятнее. Я даже на уровне, когда пишу сценарий, я уже даже примерно понимаю, кто будет сниматься. Ну, то есть, безусловно, бывали случаи, когда я понимала, что будет сниматься вот такой-то человек, ну, актер, а потом в процессе бывало, что в результате либо это кто-то другой, либо мы придумывали, либо это необходимо, либо по графику не сошлись. Но просто мне понятнее. Я вот... У меня картинка. Хотя очень часто картинка с тем потом, что получилось, не совпадает, но она бывает намного лучше, интереснее. А вот в фильме «Расфокусин» вы уже выступили и в роли сценариста, и в роли режиссера. Вы дальше планируете совмещать в себе эти профессии? Ну, так получается. Вы знаете, так получается, хотя сейчас вот сериал этот, это не мой сценарий. И в ближайшее время я еще буду снимать короткометражный фильм по моему сценарию. Мы сейчас пишем полуметражную работу совместно с коллегой, сценаристом, ну, готовим проект. И там я с удовольствием работаю с коллегами. То есть есть желание работать с кем-то еще. То есть нет вот этой, я как повторюсь, уже позиции, что я снимаю только по своим. Нет. Но так получается просто. Появился первый вопрос из зала. Прошу. Скажите, пожалуйста, как перебороть страх и начать заниматься чем-то новым? Как перебороть страх и не начать заниматься чем-то новым? Наверное, увлечься этим новым. И вы знаете, интересно, когда я поступила на режиссерские курсы Культбюро, я спросила тогда Александра Кота. У меня был страх вообще. Ну, то есть я человек, который не снимал кино, и тут сразу на режиссерские. И там же задача была в финал, что мы снимаем работы. И я его спросила, говорю, Саша, а реально нам потом дадут снимать? Он говорит, да. Он говорит, а что ты не хочешь? Я говорю, хочу. Ну, я думала, что это как бы шутка. Я к тому, что страх – это когда не уверен сам в том, что ты делаешь. Ну, может быть, ты не любишь это дело. Ну, то есть хочешь, там, хочу я что-нибудь новенькое. Вот хочу, а может быть, стать мне ведущей? А хочу ли я быть ведущей? Ну, то есть вот там вот вопрос. И еще важно, чтобы в вас верили. Для меня лично вот страх очень сильно. Я очень благодарна своему мастеру из ВГИКа, которого, к сожалению, уже нет, Валентину Константиновичу Черныху, который бесконечно верил в меня. Вот просто этот человек, который, мне кажется, верил в меня и профессионально, и человечески. Вот просто он мог прокомментировать там работу. Так, ну, пишешь ты хорошо, расскажи, что у тебя там в личной жизни происходит. Вот он очень переживал за всех своих студентов, как они живут, как они едят, с кем они общаются, с кем дружат, встречаются. И он вот, и вот это бесконечно. И он начинал, я помню, он написал письмо, я на пятом курсе родила ребенка, и мне достаточно непросто было сдавать экзамены. И он ответил мне, когда я прислала сценарий, достаточно сырой, дипломный. Я очень люблю эту историю. Он говорит, Оксана, ты сделала невозможное, я это написала почти сценарий за такой короткий срок, я за шесть дней написала полнометражный сценарий. Ну, это, говорю, это не шедевр вообще, хотя у него интересная судьба, но про это когда-нибудь потом. Вот. И вот эта вера у меня очень сильно... Ищите, чтобы были рядом люди, и они не только для нового, они вообще для жизни. Люди, которые в вас верят. Это так важно. У меня есть прекрасные любимые друзья, которые в меня верят. А если бы у вас не было таких людей, которые в вас верят? А у меня такого не было, поэтому я не знаю, как бы было. Ну, я вот не знаю, как бы было, но мне это очень сильно помогает, поэтому... Вот у вас есть картина «С как доллар.джи». Да. Как так получилось, что спустя 4 года после проката он вошел в киноальмонах «Очень женские истории»? Это тоже очень классно. У меня почти все мои короткометражные истории входили в киноальмонахи. Это тоже поразительная судьба короткометражных работ. Ну, появился запрос Юлии Мешкинини, Мешкинини с Сашей Плотниковым, моим продюсером, с которым я делаю все свои работы. Такой мой человек, с которым... Мое становление все режиссерское случилось. Решили выпустить в прокат вот такие истории. И, в общем, вспомнили про мой фильм. И вот все очень легко и просто. Он, как ни на есть, женский в какой-то степени. Хотя меня в феминизме пытались обвинить. Я говорю, нет, точно я не это имела в виду. Но вот так получилось. И это прям длинная, хорошая судьба очень короткого фильма. Представляете? Ваши работы, крайние, они очень футуристичны. И главные герои, например, в skdollar.g такое ощущение, что не совсем вписывается в реалии. Это может быть... Это связано с вашим личным переживанием по поводу будущего. Безусловно. Вы знаете, как один из актеров мне сказал, что ты все время про каких-то мужиков странно снимаешь. Снимаешь у меня в одном из фильмов. Но это, видимо, мое какое-то подсознание, отношение к миру. И действительно мои переживания про мир. То есть это сюрреализм на данный момент. Но это в то же время мое представление, отталкиваясь от сегодняшнего дня. И что вы хотите передать зрителю? Какое сообщение? Ну, это, знаете, у меня скорее больше хотела заложить сатиры в этом. То есть учитывая тренд. И я не могу к этому хорошо или плохо относиться. Я просто говорю, что это есть. Есть тенденция такого, что у нас зачастую браки разваливаются через какое-то определенное время. То есть институт брака сейчас не такой вот до горловой доски прожить вместе. Как правило, всегда идет какой-то апгрейд. И в основном со стороны, апгрейд жены со стороны мужчин. Да, обновление такое. И я пошутила по этому поводу, что, возможно, в будущем это все будет официально. Это не будет на уровне катастрофы. Ой, то есть подходит срок, 20 лет разводимся. Все, там жене регламентировано мужчину постарше, потому что она уже не молодая. А мужчине, так как сейчас вводится, женщину помоложе. Я просто хотела пошутить. Я не то чтобы хочу, чтобы так было. Я скорее прогнозирую от сегодняшнего дня. А у нас появился еще один вопрос из зала. Какая ваша работа является любимой и почему? Это, знаете, потому что спросить, кого вы любите больше из детей. Это классный вопрос. Я понимаю, я бы тоже, наверное, так спросила кого-нибудь. Это всегда интересно. Но я все свои работы люблю. У меня еще есть одна работа, которая, к сожалению, практически на полочке. Я мечтаю, что когда-нибудь мы ее обнародуем. Меня часто очень пишут, где посмотреть вашу работу Second Life. Потому что она очень сильно отличается от всех моих работ. Это, скорее всего, такое авторское кино. А почему на полочке-то тогда? А вот как-то так получилось. Мы ее сняли в рамках проекта Кульбюро. Там был тоже Альманах. Он как-то прошел. Почему-то его нет в интернете. И там много фильмов. Я думаю, что это не специально. Просто так получилось. Как-то вот отложили все. Но я думаю, что я обязательно займусь этим вопросом. Потому что там прекрасные работы актерские. Дима Кубасова, Маша Шалаева и Яна Кошкина. И тогда еще совсем начинающие, мне кажется, свою какую-то актерскую судьбу. Поэтому... Когда вы участвовали в фестивалях, вы были уверены в своей победе? Или все-таки были сомнения? Вы знаете как? Участие в фестивале, конечно, это всегда классно. Это интересно. Это безумно волнительно. Но я, скорее всего, была уверена в своей работе. Но не уверена в своей победе не от заниженной самооценки, а от того, что есть... Это же кино, это не точная наука. То есть если бы у меня все было по точной науке в циферках или еще что-то, и я была уверена, что у меня сделано там по циферкам все правильно, то тогда, наверное, я бы ожидала конкретики победы. А в том случае, что когда... Есть разные критерии. Я, например, с ЦС как доллар услышала, почему выбрали не мой фильм главный, а там выбрали... Ну, а потом уже с жюри общались. И, в принципе, все прекрасно в моей работе, но их критерий был на тот момент объективен их мотивацией. Поэтому тут ничего не скажешь. Но мы были прекрасно обласканно отмечены двумя жюри критиками на тот момент и основным жюри конкурса «Короткого метра». Поэтому я была тоже в счастье. Ну, всегда, конечно, хочется. Ну, вот такой, типа, трагедии, что, боже, почему не я? Вот мне было. Я всегда радовалась и с друзьями потом... Зато вы теперь говорят в Телемании. Да вы что? Это как так? Вот. А я была им? Да. Вы теперь выступаете здесь, как бы, на нашей Телемании. А, все, ну это прик... Да, я все прик... Ну вот, видите, какое... И плюс вы генеральный продюсер масштабного кинофестиваля «Горький фест». «Горький фест» — фестиваль современного российского кино. Он проводится в Нижнем Новгороде. Название — то ли дань советскому прошлому в СССР Нижний именовался «Горьким» в честь классика, который родился здесь, то ли синоним судьбы многих начинающих кинематографистов. Впервые фестиваль состоялся в 2017 году. Президент фестиваля Михаил Пореченков, генпродюсер Оксана Михеева. В этом году фестиваль принял почти 400 заявок, из которых в конкурс вошли 15 фильмов. Победителей в 11 номинациях выбирала звездная жюри. Фаворитом стал фильм Максима Кулагина по-мужски. Картина получила три приза «Горький фест». За шесть лет статуэтка Максима Горького из провинциальной кинонаграды стала желанным призом для любого автора. Фестиваль разросся, и этот процесс продолжается. В чем уникальность вашего фестиваля? Чем он отличается от других? Вы знаете, мы как бы не пытались, когда придумали этот фестиваль, сделать его… Мы должны отличаться от других. Но мы действительно думали о своей программе, о своей концепции. И он отличается тем, что мы очень хорошо сохраняем баланс между профессиональным фестивалем и народным. То есть мы ни в ту, ни в другую сторону, нет перекоса. Смысл фестиваля как раз стереть грань между авторами и зрителями. У нас большое внимание уделяется зрителям. У нас более 33 площадок было в этом году на фестиваль. Каждый год мы увеличиваем количество площадок. А у нас как раз есть вопрос из зала. Да, у нас как раз вопрос из зала. Подскажите, пожалуйста, стоит ли принимать участие в фестивалях? И для чего, по вашему мнению, они вообще нужны? Ну, конечно, стоит. Я потом продолжу про Горький фест. Но, безусловно, стоит. Это такой наш кематографический бонус. Спасибо. Простите, видимо, просто жарко. Ничего страшного. Ничего страшного. А это такой кематографический бонус в становлении себя, как правило, во-первых, в киносообществе. А во-вторых, заявить о себе зрителям. Ведь если они увидят ваши работы, они потом будут следить. Это такое пролонгированное действие истории, которое будет потом на пользу для того, чтобы зритель отслеживал работы, которые выходят в прокат. От этого зрители будут больше узнавать об авторе и больше будут хотеть посмотреть какие-то картины. А вот по поводу Горького феста вы не могли бы рассказать про встряску, буревестник? Из Горького. Да, это я сейчас как раз и расскажу, вот как раз к вопросу уникальности фестиваля. В том, что когда мы задумывали, и вот сейчас в сюжете было про Горький, это название, которое я придумала буквально за один вечер, там было несколько вариантов. Приехала с проектом Горький фест, и он сразу прижился. То есть не было мытарска. Какие еще названия были? Была Нижегородская киноярмарка и что-то еще, что вообще даже не отложилось. То есть выбор был между Горьким. То есть я сама Нижегородка, поэтому знаю про Нижний, самые знаковые какие-то моменты. И поэтому, естественно, я сделала акцент на Горьком. Так как я еще жила, родилась в тот момент, когда Нижний Новгород назывался городом Горький. Поэтому не особо трепет к этому. И мы придумали вокруг этой концепции тогда с ребятами, с командой. Еще тогда у нас сменились несколько программных директоров. Тогда с нынешним, с Витей придумали историю в стряске. Это одно из произведений Горького, малоизвестное. И стряске была в том, что уникальность нашего фестиваля в том, что у нас в одном конкурсе соревнуются фильмы разных форм и жанров. Ну, не жанров, форматов. То есть это может быть и короткий метр, полный метр, веб-сериал, документальный, игровой. И вот все в одном. Мы сделали первый год, когда этот конкурс, и мы жутко переживали на предмет того, что нас просто жюри сейчас скажут, вы с ума сошли. И вдруг они прекрасны. Тогда был прекрасный состав жюри. Владимир Иванович Хатиненко, Сергей Мочильский, Алена Солнцева и Кирилл Сафонов. Это первые жюри кинофестиваля Горький фест. И мы прям со страхом после конкурсной программы ждали их комментарии. И они говорят, ой, это так интересно. Как бы выявлять талант срез за год. И, в общем, наша уникальность в этом. Иногда некоторые говорят, вообще не понимаем, как. Но в этом году я присутствовала на финальном брифинге заседания жюри, которые были просто фантастические, просто прям любимые. Нет, каждый год жюри это счастье. Но в этом году они просто семейка такая. И как они рассуждали, и я ни разу не услышала, вообще как это можно сравнить с этим. Нет, прекрасно, они все по призам, все очень прекрасно складываются. А Горький фест является путевкой в мир кино? Конечно. Вы знаете, мне кажется, можно про всех сказать, потому что у нас очень много молодых действительно режиссеров, которые заявляют о себе. И учитывая, что у нас очень стала мощная профессиональная площадка, и киносообщество все больше и больше туда стекается, то любой приезжающий режиссер на площадку кинофестиваля, заявляя свою работу, уже заявляет о себе в киносообществе. Ну так получается. Во-первых, активный нетворкинг, все между собой общаются, есть вечерние какие-то встречи, где мы можем неформально пообщаться, поговорить. И очень много, там кто-то задевает новые проекты, кто-то знакомится, кто-то встретился спустя много лет и говорит, ой, давай что-нибудь придумаем. То есть это такой, ну, в хорошем смысле слова, такой пролонгированный стартап. То есть для тех, кто снова встретились или познакомились и заявили о себе, вот прям вот практически каждый. Я не могу сказать, мне даже некорректно говорить, что вот лауреат такой-то заявил о себе, вот он теперь наш этот. Да нет, но иногда даже любого фестиваля лауреат и самое главное не становится настолько ярко выраженным, что заявил о себе, что некоторые вот просто, даже ничего не получив, оказались настолько интересными, яркими, и это не показатель. Поэтому все. Вы во всех интервью говорите о том, что безумно любите Нижний Новгород, и переехали из него, потому что не хватало уровня киноиндустрии. И такой вопрос. Горький фест создан для того, чтобы поднимать уровень киноиндустрии в Нижнем Новгороде. Какой должен быть этот уровень, чтобы вы вернулись жить обратно в Нижний Новгород? Ой, какой классный вопрос. Вы знаете, на самом деле я практически уже условно вернулась. Я живу три дня в Москве, три дня в Нижнем Новгороде. Вот я буквально приехала в субботу, после завтра я опять уеду в Нижний Новгород. Ну там на один день в этот раз. На следующей неделе я поеду на три дня. Получается, вы не можете выбрать или почему не так? Нет, а просто у меня работа и там, и тут, во-первых. Поэтому и там, и тут мне приходится работать. И мы сейчас активно развиваем как раз кинокластер в Нижнем Новгороде. Созданно. Вот я как раз еду в пятницу на заседание кинокомиссии по ребейтам. Кому? Потому что мы максимально стараемся привлечь. И, кстати, могу и вам сказать, Система ребейтов также распространяется и на студенческие продакшены, на короткие метры. Если есть какая-то картина, которая экспедицию подразумевает, вы можете ее снять в Нижнем Новгороде и получить еще обратно, я думаю, вы знаете, что такое ребейты, средства, потраченные в регионе. Поэтому выбрать... Вы знаете как? Нижний — это душа. Вот я Москву люблю этот город, который очень много мне дал. И мне действительно пришлось уехать в Москву, потому что я... Знаете, некоторые уезжают из своего города и такие, Господи, слава богу, выбраться бы из этой дыры. Ну, есть такое. И где-то у некоторых есть суперобъективно, потому что есть действительно города, которые... Ну... Ну... Не буду так, простите, да. А тут получается так, что я безумно любила всегда свой город. Чтобы вы понимали, я каждый раз приезжаю, оказываясь рядом с местом, где можно посмотреть закат, я бегу обязательно хоть на 10 минут посмотреть на этот закат, погулять по Кремлю, подойти к Чикаловской лестнице, посмотреть, где стекается Волга и Ака. Это для меня такие дзены. Хотя я из нижней части города родом. Но вот все это наверху. Вообще город очень люблю. Поэтому, чтобы совсем переехать, ну, наверное, какие должны быть просто обстоятельства, а не того, что там должно что-то случиться. Такие обстоятельства, которые меня либо вынудят, либо просто наградят. Ну, в смысле, которые... Нет, теперь я живу только в Нижнем, а в Москву... Хотя иногда я даже не понимаю, я из Нижнего езжу в Москву или из Москвы в Нижний? У меня есть такой диссонанс. Но пока меня такая жизнь устраивает, и пока я могу... Мне бы очень хотелось за счет фестиваля и за какой-то свой некий вклад в развитие кино, чтобы те люди, которые оказались в ситуации, как я, чтобы им было что делать в Нижнем... То есть, чтобы молодые таланты... Оставались там. Да, мне бы очень хотелось. Это непростой путь, и одна его не пройду. У меня есть куча соратников, коллег. Также правительство Нижегородской области очень поддерживает развитие кино в Нижнем Новгороде, поэтому с их стороны, конечно же, большая помощь идет. Я поэтому вот очень как-то в этом направлении развиваемся. Поэтому мне хотелось бы вот так. А может быть, что-то есть уже в планах, помимо «Горький фест», чем еще удивлять молодежь, которая хочет заниматься кино? В планах есть. Мы совместно там с проектами, с культурным центром «Рекорд» планируем показывать ряд предпремьерных картин. Потом мы уже делали киношколу. Вот у нас сейчас и делали питчинг. В ближайшее время, надеюсь, мы снимем как раз работы, которые были победители питчинга, будут неким армонахом «Горького феста». Есть планы развивать киноиндустрию, начиная от какого-то рентала, заканчивая растить специалистов. Мы работаем, нас поддерживают московские коллеги, которые уже знают, что мы очень стараемся развивать в Нижнем. Это все такой не короткий путь, но тем не менее мне нравится, что есть люди, которые с удовольствием помогут. А вы сами-то собираетесь там снимать? Собираюсь. Вы знаете, я сейчас очень надеюсь, что мне получится как раз в ближайшее время снимать в Нижнем. С огромным удовольствием хочу это сделать. У вас есть надежда на то, что вы будете снимать, правильно? Да, абсолютно. Вы будете участвовать в других фестивалях. А если не секрет, что за работа? О чем там? Нет, это как раз проект, про который я вам сейчас говорила, мы планируем. А так я немножко пока секрет, но я обязательно обещаю вам рассказать, прям прийти, вам хотите, прям вот обещаю рассказать, как только можно будет рассказать. Это еще большой проект, который, я надеюсь, мы... Это очень крупный проект, который мы напишем. А вы там и режиссер, и сценарист? Да, и режиссер, ну, сценарист с коллегой мы готовим эту работу, и если она сложится, то она будет полностью сниматься в Нижнем Новгороде. Я могу единственное, что вам сказать, это имеет прямое отношение к Нижнему Новгороду. А это полнометражный фильм? Это полнометражный, скорее всего, фильм, хотя не исключено тенденцию сериала, что это будет и то, и другое. Но это уже мы будем потом дальше решать, это есть продюсеры, которые будут это решать. В общем, все зависит от финального материала. А вы хотели бы работать в соавторстве? Да, я вот сейчас как раз этим занимаюсь, но это непросто. Знаете, соавторство, это почти как, я не знаю, как замуж выйти. Вы хотите сказать, что самой все делать легче? Нет, вы что, наоборот, сложнее, но не просто найти, с кем писать. Понимаете, с кем писать, это вот как ниточка с иголочкой. А как понять, вот какой ваш соавтор? Во-первых, мне кажется, в первую очередь, мой соавтор, это с которым у меня совпадает чувство юмора. Это как и со спутником жизни. Если смеетесь над ними теми же вещами и классно шутите, значит, твой человек. Ну и вообще просто с друзьями. Хотя есть друзья, у которых юмор не тот, но думаешь, ну ладно, чего. Уж они друзья, они другого себя проявили. Да, вот, но на самом деле, что важно ощущение, знаете, с одной стороны, ощущение мира вот было одинаковое. То есть не даже не, ну и в общем какие-то идеологические вещи должны быть. Потому что, ну если, у меня была история, когда мы писали историю, история, история, извините, но писали работу одну, и мы немножко оба разный смысл вкладывали в это с автором. И как вы это переступили? Мы потом это поняли. Мы потом это поняли, когда у нас уже был такой, ну, мозговой штурм и с продюсерами, и с редакторами, мы выявили. Яна сказала, так вот я имею в виду. Он говорит, а я вот это имела в виду. И это было очень забавно. Хотя классный парень с юмором, все. Ну, у меня была одна девочка еще с Авгикой, которая закончила. У нас с ней идеальное чувство юмора совпадало. И мы сейчас с ней встречаемся, она все время говорит, давай с тобой что-нибудь напишем. Я говорю, давай, потому что мы с ней вот прям вот так вот палец, и нам смешно над этим палецом, потому что мы его видим не просто палец, а еще у нас какая-то с этим связанная шутка. И, кстати, о юморе. Большинство ваших работ, они комедийны в той или иной мере. Вы планируете в какой-то другой жанр уходить? Очень планирую. Вы знаете, очень хочу в другой жанр. Я не знаю, почему я все время... Какой жанр? А я хочу снять драму, мне очень хочется. Какую-нибудь лавстори такую драматичную, но там со счастливым концом. Мне очень хочется, чтобы люди поплакали, чтобы я какую-то... Я поплакала, я тоже... Ну, потому что я иногда смеюсь, когда какие-то работы у меня есть. А где-то я прям не жалко моих героев, я их всех очень люблю. Вот, но мне очень хочется какой-то... Вот, хочется какой-то про любовь. Очень хочется, очень хочется. В одном из интервью вы рассказывали, что у вас есть приметы для съемки успешной, ну, успешной съемки фильма. Можете с нами поделиться? У меня приметы? Это где-то я что-то... Ну, может быть. Ну, слушайте, нет, у меня есть мои лайфхаки по написанию сценариев. У меня нет никакого правила абсолютно, что надо взять ручку в правую руку, лист поставить чуть левее, когда только солнце взойдет. Вот этого вообще ничего у меня нет, у меня есть просто места... А тарелку бьете? А тарелку бьете. Нет, это обязательно, это не только у меня, но это прям традиции. И было забавно на фильме «Скелет», когда я снимала для «Богтворительного вечера» экшн на съемках, мы не успевали разбить тарелку. У нас просто были очень жесткой КПП, и мы все время не могли. Я говорю, давайте соберемся разбить. И мы ее разбили. У нас было два съемочных дня. Перед последней... Я говорю, ну ладно, давайте перед последней. Обычно после первой сцены, после дубля снятого. А это, давайте перед последним. И, в общем, это были жутко адские съемки, что я сказала, больше я так делать не буду. Я буду тарелку разбивать обязательно, как положено, после первой. Потому что это, говорю, трешачок. Все-таки традицию нужно сохранять. А так, в принципе, секрет удачных съемок – это благоприятная атмосфера. Ну вот прям вот я максимально... Секрет то, что для меня важна очень команда, потому что были случаи... У меня, в принципе, всегда классная команда, но не так давно у меня случилась история, прям когда вот я увидела команду мечты, с кем я хочу работать. А как найти эту команду мечты? Может быть, тоже есть какие-то советы, чтобы вот оператор подошел? А вы знаете, это все только опытом приходит. То есть вот с опытом это не... Опять же, вы должны совпадать. Опять же, вот были случаи, когда ты на площадке, и, например, у меня были истории с... Не хочу говорить прямо, но для меня важно, чтобы каждый цех отвечал не просто за процесс съемки, ну, в смысле, не за то, что там, не знаю, костюмер принес. У меня были случаи, когда... Ну, костюм я имею в виду, когда режиссер, художник по костюму Татьяна Долматовская на фильме «Скодола.G» весь проект, все съемки сидела, смотрела на экране и отслеживала, чтобы задумка про костюмы была четко, потому что там важно было про костюмы, влияние будущего и как будут люди выглядеть, и она отсматривала. И я была спокойна в этом смысле, потому что я сидела, смотрела исключительно за тем, за работой актеров, оператор смотрела за своим, то есть мне в этом смысле было очень комфортно, поэтому мне для комфорта работы очень важно, чтобы были люди, которые за свое отвечают не только до момента съемок, а и в процессе очень активно задействованы. И это всем методом, потому что были случаи, когда у меня художник-постановщик приходил и уже в конце смены говорил, ой, а что у вас тут-то в кадре вот тот? Я говорю, так у нас весь день вот это, тут-то, там-то, вот это в кадре. Я говорю, это надо бы, ну, давайте уберем. Я говорю, а зачем уже убирать, у нас весь день нет, это в кадре уже сейчас. Ну, а что вы как? Я говорю, так это вы как? Почему ваш цех не смотрит, как ваш... Ну, то есть, и это, то есть, ты понимаешь, так, я не хочу уже работать, ты тоже понимаешь, что я не хочу работать вот с этим, там, художником. А была другая фантастическая история, когда художник по костюму приехал на короткометражку с целой, вот, наверное, вот с эту комнату костюмер, и она нарядила мне всех, даже массовку. А художник по гриму накрасила, сделала прическу, потому что стиль был, это отель Гранд Будапешт, мы делали, ну, референс у нас такой был в аптеке счастья, и мы хотели все в таком стиле, чтобы это было. И я обалдела, когда я видела даже массовку, ну, вот это люди, с которыми хочется работать. А у вас есть актеры, которых вы точно хотите видеть у себя в работе? Есть. Кто? А кто это? Я не могу это сказать. Я не могу, у меня есть действительно мои любимчики, которых я рассматриваю, ну, вот, простите, это не лично вам, а вообще никому не могу сказать, и даже им не могу сказать, но есть любимчики, которых мне, конечно, хочется, ну, опять же... Почему вы скрываете? Ну, слушайте, ну, во-первых, во-первых, чтобы не давать лишних надежд, потому что, ну, вот, я вот так скажу, и этот человек будет думать, что я всегда точно его обязательно сниму, и, опять же, это же сниму тогда, когда, когда мне одна моя приятель сказала, что вот ты вот этого, там, что ты моего мужа, там, или там, кто не снимаешь, я говорю, ну, слушайте, я же не снимаю, вот, ну, типа, давай снимем все. Я говорю, ну, то есть, я сниму, и мне нравится этот актер, только в том случае, даже тех, кого я всегда хочу снимать, я их сниму тогда, когда они будут реально подходить для роли, а не от того, что по каким-то личным причинам, что я дружу, там, с кем-то, кто-то мне особо симпатичен, ни в коем случае. Если я такое буду делать, значит, прям, я сама себя уважать не буду. Спасибо вам большое. Время подходит к концу. Как жаль, мне так приятно было. И мы вас благодарим за все советы и напутствие, которые вы дали. Давайте поаплодируем. Спасибо. Но мы знаем, что вчера у вас был день рождения. Да. И мы очень хотим вас поздравить. Вас поздравить с этим. Спасибо. Прошу, еще об этом. Спасибо, спасибо, ребят. Спасибо. Ой, спасибо. Спасибо, ребята, как приятно. Мы хотим вам пожелать успехов в ваших будущих работах. Спасибо. Чтобы они выгружали на всех фестивалях, чтобы все актеры подходили, и все было хорошо. Спасибо. Это очень приятно. Я с удовольствием к вам еще приду, если будет такая необходимость. А вы, ребят, снимайте. Я думаю, что дальше у вас будет еще больше, потому что вы как-то очень хорошо подготовились к диалогу, и мне очень понравилось с вами общаться. Да, нам тоже было приятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. А это было ток-шоу «Индустриальные встречи». До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»